Опустим в воду куриное яйцо. Вы видите, что оно утонуло. А теперь подсыпем в сосуд обычную поваренную соль и размешаем ее, чтобы она растворилась в воде. И вот яйцо всплыло на поверхность. Получается, что соль вытолкнула яйцо из воды. Как же она это сделала? Если тело тонет в воде, его средняя плотность больше плотности воды. А если оно плавает в воде, его средняя плотность меньше плотности воды. Яйцо тонет в пресной воде и плавает в соленой. Плотность яйца не меняется. Значит, при растворении соли увеличивается плотность воды. Вот яйцо и всплывает. Интересно, а что будет, если через воду пропускать пузырьки воздуха? Ведь тогда ее средняя плотность уменьшится. И в такой воде будет труднее плавать и можно будет утонуть. Давайте проверим это на опыте. Для этого опыта мы присоединили к обрезанной бутылке шланг, по которому будет подаваться воздух. Воздух пройдет через губку и разобьется на отдельные пузыри. Пластмассовое яйцо плавает в воде, совсем немного выступая над ее поверхностью. Достаточно совсем небольшого уменьшения средней плотности воды, чтобы оно утонуло. Подуем в шланг и плавающее яйцо действительно тонет. Чтобы эффект был посильнее, возьмем стеклянную трубку и присоединим к ней воздушный компрессор. Испытуемое тело плавает в воде. Включаем компрессор. Вверх пошли большие пузыри, тело проваливается в них и падает на дно. Выключим компрессор, и тело всплывет обратно вверх. А вот если в воду сыпать свинцовую дробь, ее средняя плотность увеличится, и утонувшее в этой воде тело может всплыть вверх. Опустим в трубку тело, плотность которого немного больше плотности воды. Начинаем сыпать через воронку свинцовую дробь, и наша подводная лодка действительно всплывает. А перестали сыпать, снова тонет. Удивительно, но факт. Посмотрим на этот же процесс при замедленной съемке. Может быть, так и в самом деле можно поднимать наверх затонувшие корабли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова